Состав. Фарш из филей минтая 500 грамм, лук репчатый 1 шт, яйца 2 штуки, муки 4 столовые ложки, у меня 2 высшего сорта и 2 овсяной, укроп 2-3 веточки, соль, черный перец по вкусу. Для начала измельчим лук, я натер его на терке, можно измельчить блендером, но теркой проще. Добавляем в лук фарш минтая. Выбиваем 2 яйца. Добавляем муку, соль и перец. Перемешиваем фарш. Часть укропа нарезать и добавить в фарш. Подпишись на мой канал, новый рецепт каждую неделю. Еще раз перемешать фарш и готово. В сковородке испечь маленькую котлетку и проверить на ней, все ли хорошо просолено и наперчено. Так принято у поваров, не все можно попробовать на зуб в сыром виде, берите этот способ на вооружение. Теперь берем ложкой фарш и выпекаем шикарные, сочные, вкусные рыбные оладьи. Фарш вышел рыхловатым, но на вкус конечного блюда это никак не повлияло. Все было очень вкусно. Обжарим оладушки с двух сторон и выкладываем в тарелку на салфетку, чтобы собрать лишнее масло. Зачем нам лишний жир? Мы же не майонезные королевы. Подпишись на мой канал, поставь лайк и нажми колокольчик. Тебе не сложно, а для меня это очень важно. Так изжарим все оладки и приступим к соусу со смешным названием сацуки. А дальше у меня был рецепт греческого соуса цацуки, но при экспорте файл повредился вот так. Поэтому я сделал мультфильм с рецептом соуса цацуки. Нам понадобится терка, соленый огурец, укроп и сметана. Соленый огурец потереть на крупной терке, укроп нарезать мелко. Нарезанный укроп и натертый огурчик смешать со сметаной. И соус цацуки готов. Подавать соус к оладьям. Рецепт греческого соус к оладьям. Рецепт греческого соус к оладьям.